Привет! Канал Стейнхаус. В прошлом видео мы делали походную свечку из парафина и картона вот в такой баночке. Сейчас мы ее протестируем. Посмотрим, как можно ее использовать в походных условиях. Посмотрим, как она горит. Ну и протестируем ее на кипячение воды. Скипятим кружку воды на этой свечке. Здесь у меня кружечка. Фляга с водой. Ну и с собой я еще взял три гвоздя. В общем-то, кружку нужно на что-то ставить. Свечка, она как бы без всякой подставки для этого дела. Туда кружку не поставишь. Нужна какая-то нужна подставка. В общем-то, ну я взял три гвоздя просто, чтобы протестировать. В общем-то, кто не видел, как делается эта свечка, на канале уже есть видео. Сразу скажу, скоро планирую снять видео еще с еще одним вариантом свечки. Там будет уже сразу как бы встроена подставка для котелка. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на канал. Сделаем вот такую конструкцию. Воткнем три гвоздя и на них поставим котелок. Точнее, не котелок, а кружечку. Ну, как-то так. Я думаю, будет нормально. Нужно немного под углом. Донышко не очень большое. Вот так будет нормально. Так, немного опустим. Подрегулируем высоту каждого гвоздя. Так. Ну, так, вроде устойчиво. Ладно, для теста хватит нам такой конструкции. Разжигаем пока свечку. Так. Уже схватилось в одном месте. В нескольких местах сразу ее лучше разжечь, чтобы она быстрее вышла на, так сказать, на рабочий режим. Разгорелась вся. Ну, вот, вы видите, я ее поджигаю спичкой. Одной спичкой разжег. Вот, в общем-то, свечка уже начинает гореть. Ну, моментально она загорелась. Вот уже парафин уже начал плавиться. Как бы картон работает как фитиль. Тянет его в себя. Ну, то есть, как фитиль у свечки. И она горит. Пламя довольно-таки такое неплохое. Я бы так сказал, можно и руки погреть зимой, можно и вскипятить что-то, разогреть банку тушенки, какую-то консерву. Ну, в принципе, все. Свеча горит. Она загорелась даже быстрее, чем я думал. Ладно, наливаем воду. Налью пол кружечки. Ну, или чуть больше половины. Почти полная. Поставим. Так, надо поустойчивее, чтобы не упала. Ну, и, в принципе, все. Ждем. Посмотрим, как она вскипятит воду. Так, засекаем время. Сейчас 17.32. Посмотрим, когда будет кипеть вода. Огонь очень даже неплохой. Очень неплохо горит. Я думаю, закипит быстро. Если бы у меня еще крышка была, закипела бы еще быстрее. Давайте я накрою вот этой крышечкой от самой свечки, чтобы было побыстрее. Так, ну вот уже вода закипела, уже кипит. Уже даже неплохо так закипела. Поэтому мы ее снимем. Так. Все, закипела. Сколько время? Смотрим. 17.36. То есть было 32. 4 минуты. Все, вода кипит. Так, отогнем гвоздики, чтобы вытащить свечку. Раз. Ну, как ее затушить? Я, кстати, снял крышечку, потому что она что-то сильно начала... начала чернеть, коптиться и немного ее начала выгинать. Как потушить? Вот так вот. Раз. Все. Свечка потушилась. Чем хороша свечка с крышкой? Можно вот так легко потушить. Конечно, она будет горячая после использования. Ее сразу же нельзя взять и кинуть в рюкзак. Приходится ждать, пока она немного подостынет. Хотя бы до такого негорячего состояния. И нужно смотреть, чтобы парафин застыл. А то он просто выльется и все. Если взять и перевернуть. Даже если вот крышкой накрыть, хорошего мало будет. Ну, из плюсов. Какие здесь еще могут плюсы? Если она намокнет, она продолжит гореть. Точнее, ее просто стряхнул. Воду стряхнул с нее, продул. Да и все. Можно поджигать. Картон уже пропитан парафином. Он воду не впитает. То есть, вода сюда. Даже если попадет. Если даже окунуть в ведро с водой, искупаться с ней там в речке. Ничего не будет с этой свечкой. Просто стряхнул воду, поджег. Она будет гореть. Ну, в принципе, все. Благодарю за подписку, за ваши лайки и комментарии. Увидимся на канале. Субтитры сделал DimaTorzok